Здарова бандита, это я Давидович и я сейчас гуляю в городе Баку Для того, чтобы снять следующий тест, очень смешной тест Мне нужно сначала зайти в магазин и кое-что купить, сейчас вы увидите У нас есть очень крутая тачка, на которой мы будем сейчас кататься по всему городу И мы будем бомбить, и отвечаю вам, все таксисты города Баку, когда увидят этот тест-драйв Вася, поставят лоб Просто все таксисты в Баку используют этот звук И меня будет сложно узнать Погнали Я еду на самом настоящем лондонском такси В идеальном состоянии с пробегом 1700 километров На которой даже мухи не было А если эта муха здесь была, то она была в тапочках Это не просто автомобиль такси, который привезли сюда в Баку и, видимо, построили Это не коллекционный автомобиль, это уникальный автомобиль Уникальность этого автомобиля заключается в том, что он нафарширован настолько серьезно Что вы себе даже представить не можете Начиная от холодильников, заканчивая всевозможными видеокамерами Задними мониторами Супер салоном Музыкой Дорогой кожей И так далее Тачка кайф Сейчас мы едем проводить эксперимент Вот эта, кстати, шапка национальная Называется аэродром Эту шапку любят на Кавказе Такси не нужно? Куда угодно, бесплатно Я на эту тачку поставил наши российские номера Я хочу сейчас на этом автомобиле Я хочу приехать к местным таксистам И разыграть их немного Сказать, что я приехал из России Что хочу работать в такси Приготовил эту машину для работы в такси Языка не знаю, куда ехать не знаю, но очень хочу работать Посмотрим, как они отреагируют Но здесь они называются Баку такси И у нее есть отдельный специальный значок Который стоит на капоте и на задней части автомобиля И если честно, в Лондоне были в этом году Все эти тачки обшарпанные Убитые, грязные, воничие Вообще не какущие просто Даже в Баку машины эти Лондон такси лучше, чем где-либо А вот, девочка моя Ласточка просто Молодец, хорошая машина Короче, я должен быть настоящим таксистом Буду, короче, говорить с акцентом Вот так вот Пусть думают, что я наполовину Русский, наполовину грузин Они вообще ничего не поймут Что сейчас будет происходить Но мне интересны их реакции Стопы, детки! Смотри, Олег, я сейчас торможу Ты выходишь И вы подъезжаете, встаете на стороне гостиницы А я подъезжаю, встаю с другой стороны Ты понял? Выходи справа Заработать денежку в Баку оказывается не так легко и просто Даже если у тебя такая шикарная тачка Как дела? Нормально, я из России сам Да я вижу, поеду Здрасьте Я решил у вас поработать такси Посмотрел в интернете, вы ездите на таких И, короче, построил, сделал и приехал сюда Можно? Тебя только здесь не хватало! Можно попробовать? Я сделал как у вас, я у вас посмотрел Как это сделал? Я в Москве купил, у нас продают Я даже посмотрите Посмотрите, значок какой у меня Да я вижу, Баке такси написано Вот, с правой стороны, открой дверь, посмотри Ой, бля, супер! Ой, бля, супер! Ой, бля, 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 бля Ребята, ну честно, серьезно, что за машина такая? В смысле, я не шучу, честно говорю, купил Добрый, привет, как, брат? Отличная машина Это вы собрали, да? Это в Москве, да, собрал Есть кроме этого в Москве еще? Брат, зато удобно, я отвечаю Телефон, телевизор, все Одним кайфы жить Поднимает Поднимает Опускает, кайфы Кайф, кайф У меня это есть Вот эти, пусть работают Вот это вот, у нас же не разрешают Шторки, да? Шторки, затеменные щекла Я по-московски пока сделал Они говорят, ладно, один день поедем У меня, у меня такси Добрый день, мы приезжаем У меня такси У меня такси Я ничего не хочу Пойдем Жалкий такой машин такси работает Да Ну нормально Нормально Это супер Это только для вип Только вип Это где-то отеля надо работать Вот езжай, аллоу нету, аллоу, иди с ними поговори Вот этот отель Иди зайти с начальством поговорить ВИП, ВИП То есть я че, я язык не знаю, отцы, понимаете? ВИП Я че ему там объясню? На русском, на русском все говорят, не волнуйся Слушай, это возле твоих, да? Ну да То есть не стыдно на таком, нормально? ВИП Тебе стыдно вот здесь на 2-3 монетра Где вот этот отель, вот этот отель, где вот Алло, везде Алло, везде, алло Мы как человек будем, здесь только 2 и то, мать Или одну Ну да Мать для кайфа здесь Все, я понял, хороший, нормальный отель Просто я, знаешь, как думаю, смотри Вот я, например Скажите, какую тебе проблему, мне звони А как тебя зовут? Амлет Меня зовут Амлет Да, я русскоязычный, я все знаю Слушай, шапку купил, короче, как у вас? У вас в интернете? Эм, у вас же ездят шапки такие Я че? Ваши были, да, такие Сейчас такие не одевал, да Да? Ну вот ты и правильно сделаешь Не, ну нормально ведь? За своего принимали Борода Борода Да, борода, все как положено Не пью, не курю Ваши Ваши Ночи У то, которая osph разбивает У ничего не entregал Ага 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 Амлетov Ага Ага Ты будешь работать? А тебе шовчики есть? Нет, еще нет. Я первый день только. Я только приехал. Хочу, ты работаешь? Ну да, я хочу попробовать. Поработаем. Весь день я не могу сделать, да? Да, да, да. А ты почему покупал это? Дорого в Москве. А зачем дорого? А у нас по-другому не купить. Нет, у меня там ребята есть паштет есть. У нас китайская. У нас фирма есть паштет, HPC-центр. Вот HPC-центр делают вообще такие тачки. Армяне, да. Армяне работают вообще шов ровный. Я его маму. Армяне, да. Армяне, да. Надо идти туда, там договариваться. Хочу хотя бы одного клиента попробовать. Я понял, да. Ну там они помогут, конечно. Там помогут. У меня сейчас время. Надо залпать, 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 залпать. Такси вам не нужно, а? Да, деньги. Десять миллионов. Дорого? Десять дорого? На такой машине? Э, на такой машине десять монат вообще ерунда. По пятерке скинулись, поехали, как и орали. Вы что, ребят, вы что, десять монат? Ладно, хорошо, семь. Семь, два человека по три с половиной. Готовы? Получил то, что я не хочу. Они тебе дадут 5-й клиентов, 50-мов, 100-мов. Понял? Если я подъеду, просто вот так вот встану. Не, не, так не. Надо с ними договариваться, почаще. Они такой, вип. Слышишь, прям такой, они такой, вип возьмут сразу. Тебе не стоят клиентов на улице искать, это хуйня. Не замучиться, блин. Я тебе говорю только вот этот отель, этот отель и этот Аллоф. Этот Хилтон. Хилтон Апширон. И Аллоф. Юльдань, это такой вот этот? Да. Эта ферма? А если люди вот так голосуют на дороге? Она тебе не выгодна, а они тебе не выгодны. Это, короче, в интернете нашли, сделали и сделали вот так, вот как у тебя. Ладно, поеду на гостинке, попробую. Олег, едем за мной. Клиента тебе предлагают какие деньги, тоже позвать, скажите, хорошо или как? Понял. Или сколько надо взять? Понял, понял, хорошо, спасибо. Что я могу сказать по поводу этой тачки? Очень мягкая, очень ласковая. На дороге стоит хорошо, как маленький диванчик такой, мягенький, упругенький. Такое желе. Желе такое хорошее. Останавливается очень мягко. Трогается ласково. Здорово создал. Конкурент. Видимо, тут такая конкуренция за клиента. Просто он только выходит, пах, его сразу съели. Ну, давайте, кто-нибудь, поднимите ручку. Ну, пожалуйста. Просто попросите. Бесплатно довезу куда угодно. Отмечаю. Нормально. Нормально? Хорошо. Вот приехал, денег подзаработать. Да, конечно. Приехал, просто хочу подзаработать денег у вас. Попробовать вообще. Как это вообще? Собственно это? Да, да, на Москве на учете номера видишь. А что покупать? Дорого. Доллар. 180 тысяч евро получилось. А? 180 евро. А? 180 евро. Да, да, да. Давай. А у тебя визитка есть, брат? Пока нет, но сделаю обязательно, попозже. Я даже у вас в интернете посмотрел, шапку купил такую же. У вас же в шапках таких ездить надо. А? Есть летные и зимние. А, да? Я не ту купил? Да, это зимние. Они мне сказали, нормально, сейчас все такие в такси ездят, иди давай покупай. Сколько? Я купил. Один километр сколько? Сколько монат? Я не знаю вообще. Хоть что-нибудь заработать? Я полдня катаюсь, даже двух монат заработать не могу. Дайте клиента хоть одного, хоть два моната, хоть круг прокачу. Давайте мне. Всего моната. Давай, сколько денег? Давай, круг вот здесь. Или куда хочешь? Куда? Я тебе маленький круг сделаю. Давай, два моната. Даешь? Добро. Окей, пожалуйста. Присаживайся. Все, наконец-то я заработаю два моната. Вот, садись, смотри. Там вот кнопочка есть, вот эта зелененькая. Вот, нажимай на нее, на ту. Нажимай. Ооо. Ой, бля. Тоже два моната. Тоже два моната. А здесь человек два моната, два моната? Нет, нет, два моната, он, хорошо, один монат с тебя. Нет, нет, не хочу. Ну, один монат, слушай, дай заработать. Там, может, тоже есть. Бирджок, гостю дай заработать. Если б ты у меня был, я бы дал три моната тебе. Отмечаю. Эрик закрываю. Все, окей, все, у меня клиент, ребята, извините, извините. Эрик, ты вернешься с... Отмечаюсь. Очень нравится. Ее собрали в Москве, да? Ее собрали в Москве, да. Покупало бы неплохо такие машины. Да, 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 да. Тем более вот со шторкой у нас такие вещи любят. А что ты налево поедешь? А ну давай, хочешь отсюда? Давай налево. Да, я сразу тебя привезу. Финанский таксист, супер обделанный. Случайно мало, как я увидел. Сейчас один круглый мне даст, и я... Хожу. Харда санс? А? Скоро? Сейчас это ты, мне везет. Опа. Прошу. А? Должен быть. Ни заямбурам, талестирамам. Давай. Все, заработал все два моната. Давай. Жила и неказистая работа у вас. Жарко, да? Тяжело. И сидеть неудобно, да? Иногда. Хочется откинуться вот так. Вот так, Вася, спокойно ехать. Молчи, сиди, везу тебя. Да? А тут сидишь вот так вот. И жарко еще. Молчи. 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 Кстати, на самом деле, эта машина стоит дороже, чем любой Land Cruiser Prada 2015 года. Молчи. 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 То есть, в принципе, с точки зрения клиента, это, конечно, круто. Такси куча, стоит недорого, можно поторговаться, вообще проблем никаких. И знаете, что мне больше всего понравилось? Никто на меня не ругался. Даже я, вот представьте, приехал на российских номерах, попытался там как-то поработать, может быть, даже забрать кусок хлеба у таксистов. Никто на меня не поругался, ни в одном месте. Я заработал сегодня два моната на этой замечательной машине. Хочешь узнать Москву, залезь в метро, посмотри на людей. И ты прочувствуешь то, что там внутри. И ты почувствуешь душу людей. Для того, чтобы прочувствовать Баку, мне кажется, нужно покататься, как я, на такси. Пообщаться с людьми, которые каждый день зарабатывают себе на жизнь, на кусок хлеба, тем, что крутят баранку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По два часа два моната? Да, здравствуйте. Ты будешь с нами работать. Мы здесь посоветовались с коллегами, с товарищами, с нашими братьями. Я думаю, они возражать не будут. Вы будете возражать? Нет, нет. Как вам представиться? Меня зовут Эрик Давидович. Я занимаюсь гонками в Российской Федерации. Мы снимаем программу в Баку. Посмотрите вон туда, вот все, вон туда. Посмотрите, в Леак. Помахайте Лексусу. Я хотел показать в России, как вы работаете, что вы встречаетесь, что вы гостеприимны, что вы не злые. Что вы добрые люди. Спасибо вам огромное за это. А вы знаете, в чем дело? Мы здесь посоветовались, когда вас не было, и решили, чтобы взять вас в коллектив. Спасибо огромное. Чтобы вы здесь, в парке Бульваре, были лидером. Спасибо вам огромное. Мы просто хотели показать на всю Россию и на весь Азербайджан, какие вы гостеприимные люди. Спасибо, спасибо. Вот так вот. Слушайте, дорогие мои. Я попытался на лондонском такси, он же бакинский такси, он же Баку такси, покататься по замечательному городу Баку, в замечательной стране Азербайджан. Очень понравилось. Машина ведет себя мягко, люди ведут себя мягко. Тачка перестраивается аккуратно, люди ведут себя аккуратно. Очень комфортная машина. Смог этой машиной удивить вообще всех таксистов в Баку. Я не знаю, такой получился у нас тест-драйв, что я должен был покататься на этой телеге, должен был понять, что это такое. Но параллельно с этой телегой понял еще, какие здесь люди, какие здесь дороги, какое здесь гостеприимство. Пока. С вами был я, Эрик Давидович. Увидимся. Хади башкану. Хади башкану. Вер, надо убрать отсюда. Хади башкану. Хади. Хади, хади. Хади башкан.